Молодежный патриотический центр существует в нашем городе уже порядка пяти лет. У здания, где сейчас располагается образовательный комплекс, своя героическая история. На стенах следы обстрелов первых дней Великой Отечественной войны. Вот в этот угол попал артиллерийский снаряд, но постройка устояла. История героической обороны Брестской крепости тесно связана и с историей семьи Ольги Бурак. Ее прабабушка Ольга Сокол была женой военнослужащего, служившего в Брестском гарнизоне, и расквартированного в стенах цитадели. 22 июня в 4 часа утра ее муж, муж моей прабабушки, обнял ее в последний раз, сказал, я очень тебя люблю, я с тобой прощаюсь навсегда. И так получилось, что виделись они тогда в последний раз. Единственное, что он взял с нее обещание о том, что она попробует покинуть территорию Брестской крепости. Почему? Потому что его словами было так, Оля, ты понимаешь, что это война, и что нас здесь в живых никто не оставит. Ольга Григорьевна обещание сдержала и выжила. Была партизанка, ее историю в семье трепетно хранят потомки. А также рассказывают о подвигах поколения победителей современным юношам и девушкам. Память жива, память жива в фотографиях, в медалях, в наградах и в тех рассказах, которые знают моя мама, мой отец, мой брат. Я себя называю представителем поколения победителей. Я всегда об этом говорю так. Я хочу именно эту фразу донести до всех современных детей, когда я здесь работаю, в этом центре. Почему? Потому что нельзя об этом забывать. Ежегодно в молодежном патриотическом центре проходит обучение порядка двух тысяч ребят со всей области. Действует объединение по интересам. Инициативу о масштабировании проекта патриотического центра на республиканский уровень поддержал глава государства Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и национальному собранию. Первый этап реализации – подготовка проекта. Далее – работа по реконструкции и строительству. Генеральным подрядчиком проекта выступает Брежилстрой, заказчик Брежское областное управление капитального строительства. К работам по реконструкции планируют приступить осенью. Цель – воспитание молодежи как патриота в сохранении исторической памяти традиционных белорусских ценностей. Планируется реконструкция зданий и сооружений на Кобранском укреплении. В целях увеличения количества пребывающих учащихся, детей для освоения образовательных программ здоровления и в рамках гражданского патриотического состояния молодежи, мы планируем реконструкцию казармы 125-го стрелкового полка. Казарма постройки 30-х годов 20-го века требует капитальной реконструкции. Бывшая казарма 125-го стрелкового полка будет реконструирована в первую очередь. Здесь разместятся комнаты для проживания, учебные классы, тренажерные залы, комнаты досуга. Далее – работы по спортивному ядру. Также мы планируем реконструкцию стадиона для организации учебного процесса, то есть различных полос препятствий, спортивных сооружений, плац для построения учащихся. Планируем такой открытый амфитеатр для проведения также мероприятий, различных досуговых мероприятий, различных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. Поэтому, в принципе, в первую очередь нашего проекта включена казарма, спортивное ядро и площадки для организации летних палаточных лагерей. Планируется, что обучения в центре одновременно будут проходить порядка 200 ребят, а в летний период, благодаря развертыванию полевого лагеря, эта цифра сможет вырасти к 300. Возрастная группа от 12 до 16 лет. Ребята будут обучаться по трем направлениям – гражданско-патриотическая, военно-патриотическая и физическая подготовка, заступать на вахту памяти, средства на реализацию проекта, бюджетный и спонсорский, благотворительный счет. К слову, на него уже поступили первые пожертвования в размере 10 тысяч рублей. Также половина средств, собранных во время республиканского субботника. 22 апреля здесь, на Кобринском укреплении, также трудились, расчищали территорию для проведения работ. Все работы, по первой очереди, планируют завершить к 2025 году.